Привет, друзья! Ну что, я вам уже показывала, как я рисую, как я вышиваю, но еще никогда не показывала, как я шью игрушку. На самом деле это во многом потому, что я сама только начинаю снова этим заниматься, и если честно, у меня даже было несколько раз такое, что я не могла вспомнить, а что же дальше, что я должна сделать, и как мне вообще сшить эти мелкие детальки между собой. Когда я только выставила фотографию этой игрушки в инстаграм, я получила просто невероятное количество приятных комментариев, огромное количество лайков, это все настолько меня вдохновило, спасибо вам огромное за то, что вы меня поддержали, мне это сейчас очень приятно и очень нужно, благодарю вас. Сейчас, когда я записываю это видео, я сделала еще одну игрушку, это Тотара, я очень давно хотела, чтобы он был у меня дома, потому что это один из моих самых любимых персонажей. Я думаю, пришло время уже вам рассказать об этом Мишке поподробнее, и вообще, как я его создавала, потому что это был для меня очень необычный проект, я такого еще никогда не делала. Суть в том, что я самостоятельно нарисовала выкройку по своему же рисунку, но мне хотелось, чтобы фетровый Мишка все-таки отличался от нарисованного, потому что мне попросту неинтересно делать одно и то же. Именно поэтому я добавила разные детали в Мишку из фетра, которых просто нет на рисунке. Например, Мишка у меня держит луну, у него есть ноги, кстати, и у него открыты глаза. Так что характер у него остался тот же добродушный, но все-таки это немножко другой персонаж. Раньше, когда я делала игрушки из фетра, я всегда брала уже готовые выкройки в интернете, я как-то специально их искала, но в этот раз мне просто захотелось, чтобы у меня была собственная выкройка, и чтобы Мишка был такой, какого нет ни у кого. Но для всех моих подписчиков у меня есть маленький подарок, если вы тоже хотите шить такого медведя, то подписывайтесь на этот канал, если вы еще не подписаны, и пишите мне в инстаграме или вконтакте, все ссылки есть под этим роликом, и я вам совершенно бесплатно скину выкройку, так что вы тоже сможете сделать такого Мишку. Сейчас этот Мишка стоит у меня на полке, и каждый раз, когда я мимо него прохожу, я просто беру его в руки, начинаю тискать. Я не знаю, это настолько милый, добрый медведь получился. Вообще, в каждую свою игрушку, да не только в игрушку, в каждую работу, что я делаю своими руками, я вкладываю свою душу. Именно поэтому они получаются у меня очень милыми, добрыми, какими-то нежными, всегда хочется их брать в руки. Если вы тоже будете шить такого медведя, то, пожалуйста, скидывайте мне фотографии, потому что мне будет очень интересно посмотреть на него в вашем исполнении. Спасибо вам огромное за просмотр, за то, что уделили мне время. Я желаю, чтобы каждый ваш день был наполнен только светом, добротой и теплом. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!